ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И начиная со мной сначала по-английски, потом я слышу, что поляки, я перехожу на польский язык. И товарищи просто в шоке, потому что, ну, достаточно хороший польский, вот, и мы разговорились. И буквально минут 10-15 назад парни с Украины были, я пришел, они ко мне по-английски, я им отвечаю по-английски. А потом я слышу украинцы, я перехожу просто на украинский язык. Это такая шикарная реакция людей. Ты знаешь, такой эффект неожиданности, люди в чужой стране, и тут слышать родную речь. И для них это радостно, для них это весело, они сразу открываются от этого. Конечно, конечно. Где ты из-за, девочки? Из-за Барселона. Барселона, Спания. Барселона. Каталония. Да, Каталония. Да, да, Каталония. Ага. Вы хотите знать вашу будущую? Нет. Нет? Это лучше не быть. А, лучше не быть. Ты знаешь, это окей. Нет, нет, спасибо. Все будет хорошо. �пленируйся здесь и пейте себя это непредвидующая предотвращение Спасибо. Сегодня в шоу Жанна очень необычный человек, артист. Уличный артист. Городской, хотел сказать сумасшедший, но городской коротышка. А на самом деле человек, а на самом деле великам, которые выше всех ростом, которые видны издалека. Которые ходят в цилиндре в длинном плаще с огромным чемоданом предсказаний. И у нас сегодня в гостях Юрий. Познакомьтесь, его никто не видел без грима. даже его жена. То есть только у нас такая есть возможность уникально увидеть Юрия без грима. Юрий человек очень интересной судьбы. Он бывший исследователь. Вот. Серьезный человек. Потом Юрий работал в компании нефтяной и практически стал миллионером долларовым. Имеется ввиду доллары США, а не нигерийские. Потом он все потерял, потому что неудачно деньги вложил как-то, да? А доверился друзьям. Доверился друзьям и все потерял. Я думаю, что с этим каждый сталкивался. Конечно. И в своей жизни. И с обманутым доверием. Вот. Мы об этом не будем говорить много. Молодцы. Молодцы. Ну и наконец Юрий понял, что все, что мир, что так же не интересно вот этими, как бы, зарабатываниями денег. Просто, что мир иллюзия. Суета. Суета, сует. Вот такой вот экклезиаст Юрий стал. Потеряв все. Уличный философ. Уличный философ. Уличный философ. Да. Какое-то видение, мудрость какую-то. Вот. Истинные ценности, да? Может быть. Сейчас об этом поговорим обо всем. Сегодня мы будем больше философствовать, конечно. Да, Юрий? Я только знаю. С уличным философом. С уличным философом. Есть деревенские философы, есть кабинетные философы, а есть уличные. Вот что значит быть уличным философом, Юрий? Расскажи, пожалуйста. Быстрее уличным артистам, потому что, наверное, каждый уличный артист, он философ. Вот. Что такое? Это, когда ты отдаешь частичку себя этому миру, тем людям, которые проходят, показываешь на меня улицы. Это, можно считать, это моя сцена. Вот. Где я играю, где я общаюсь с людьми, где дарю себя, свое мировоззрение, свое искусство, свои маленькие предсказания. Вот. Где находим контакты. Улица – это величайшие потоки. Потоки людей, потоки денег, потоки энергии, потоки эмоций. Вот. И очень важно, что я вношу эту улицу, и что улица, соответственно, получает и преображается. Мы очень часто видим, когда люди идут загруженные в своих мыслях, проблемах, в телефоне, когда не видят окружающего мира. И вот. Идет такой человек. Вот. Можно так сказать, зол на весь мир или отстранен от всего мира и видит вот такое чудо. Вот. А как люди реагируют? Как они вообще? Люди реагируют по-разному. Кто-то боится, кому-то весело, кому-то интересно. Но я стараюсь из себя излучать. А вот добраться все-таки в улыбке. Люди улыбаются. Люди начинают возвращаться в реальность, в то, что происходит вокруг. А в реальности ведь нету ни проблем, нету забот, нету там своих каких-то нюансов. У нас здесь и сейчас всегда все хорошо. Вот. И вот, когда хотя бы на секунду человек возвращается в это состояние, он автоматически начинает улыбаться. И, соответственно, реальция человека – это улыбка, это радость, это ощущение маленького счастья. Как-то так. А как такая идея пришла с этими предсказаниями именно? Так как это интересно и люди всегда хотят что-то, да? Такой момент узнать будущее, какие-то… Всегда интересуются и разные пути ищут. Почему такая вот идея, как она возникла? Вообще идея непредсказуемого предсказателя возникла в Санкт-Петербурге пять лет назад. И ее, скажем так, автор и основоположник, непредсказуемый предсказатель – это Леонид Энфелис. Человек тоже с очень интересной судьбой. Вот. По профессии кровельщик, который сделал крышу в театре, так в этом театре и остался. Вот. Вот. Ему пришла в голову эта идея соединения жанров, потому что персонаж ассистента непредсказуемого предсказателя в себе содержит очень много разных театральных искусств. Это и пантомима, это и клоунада, это и ходулисты. Вот. То есть, такая маленькая солянка театрального искусства. И это опробовалось в Санкт-Петербурге. Это уже пять лет есть в Санкт-Петербурге. И в какой-то момент непредсказуемый предсказатель стал частичкой города. То есть, это стало традицией для города, когда семьи выходят в город гулять по Невскому, подходят с семьей, общаются с ассистентами, с самим непредсказуемым предсказателем, предсказываются и находят в этих маленьких посланиях, предсказаниях что-то свое, какие-то ответы на свои вопросы. И они работают. Как бы это ни странно звучало, но они работают. Потому что предсказания, они взялись ни с воздуха, они не взялись как статус ВКонтакте. Можно сказать, что их написала сама жизнь. То есть, они возникают из каких-то маленьких жизненных историй. И чем больше люди предсказываются и находятся в ее, тем сильнее эти предсказания и работают. Потому что люди подходят второй, третий раз и рассказывают, как их предсказания начинают срабатывать. Вчера он у меня на площадке подошел к англичанин, который сказал о Ницельсес и получил предсказания невероятной возможности в твоей уверенности, что его полностью удовлетворил, ему нужен был успех. Он получил, будь увереннее, ты получишь свой успех. Вот как она работает, не сказать. Но каждый получает, каждый находит свою маленькую сказку. Невидимые, неровные связи имеют место быть. Подсознание у каждого что-то каскивает то, что ему надо. Именно так. Каждый выбирает свое и находит свою сказку. Иногда человеку просто надо в себя поверить, в свои силы. Очень часто я бы сказал. Избавиться от сомнений всегда. Всегда. А там есть хорошие и плохие? Или разные? Или только хорошие? Ну, скажем так. Было бы недостаточно… Умрешь послезавтра. В таких случаях я отвечаю. Если вы достанете предсказание, что вы умрете послезавтра, я умру, наверное, и сейчас благодаря вам. Ну, мы стоим не для того, чтобы рассказать, когда ты умрешь, или когда ты обанкротишься, или это мы стоим. Предсказания, они абсолютно разные. Есть предсказания, можно сказать так, пожелания, то есть направления, а есть и абсолютно непредсказуемые предсказания. Поэтому они так и называются. То есть человеку нужно задуматься и найти свое. То есть у меня была история, когда девушка достала предсказание «Отражайся в небе чаще». Она долго не понимала, на что я задал ей вопрос. А вы подумайте, что для вас небо. Она нашла свой ответ. Ну, как интересно. Философски, глубоко. Юрий, ну вот, ты, значит, был практически миллионером, потом ты потерял все, благодаря друзьям оказался на улице. И вот с тех пор ты с улицы не уходишь, да? И у тебя сформировалась уже своя вот такая уличная философия, да? Я знаю таких людей, как ты, вот таких уличных артистов, актеров, артистов, да? И именно вот пантомима, вот это все такое, да? Уличные фигуры, статуи живые, вот. Вы очень творческие люди. Вот расскажи вот о себе, пожалуйста, почему ты, как ты вот, как ты так долго в этом варишься во всем? Почему ты, меняя жизнь свою постоянно, вот остановился на вот этой уличной скульптуре? Ну, это не совсем уличная скульптура, у нас совсем другая философия. Если уличная скульптура, ну, живая статуя, как она называется. Вот стоит красивый человек, и рядом с ним баночка, ему бросили монетку, он начал двигаться. Я двигаюсь, общаюсь постоянно. И мне важно, чтобы люди подошли, пообщались и достали свое послание. То есть самое ключевое – это получение вот именно непредсказуемого предсказания. И почему я уже говорил, что, во-первых, это большой обмен энергетикой, а во-вторых, я пришел к выводу, что то, что я отдаю миру, то возвращается и мне. Я, как уже было сказано, я очень долго и тщетно провел свою жизнь в погоне за удовлетворение имамицы, и деньги какой-то власти, вот себе, 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 себе. И ни к чему хорошему это не привело. И только когда я начал больше направлен на вне, на внешний мир, вот здесь я нашел уже себя, и я получаю от этого удовольствие, я живу этим. И, соответственно, я отдаю, я, соответственно, и получаю в кратном размере. Я всегда говорю, что есть три вещи, которые невозможно раздать, не постоянно возвращаются в кратном размере – это любовь, улыбка и доброта. Как бы я ни старался, как бы я ни хотел, я улыбаюсь, люди улыбаются мне в ответ. Я дарю любовь, пусть не от одного, так и от других десятерых я получу эту любовь. Я сделаю ей добро, пусть она мне все равно вернется. Вот так вот оно – это жизнь. Вот практика, да, практика – это уже не теория, а практика. Да? Да. Именно для этого и стою на улице, для того, чтобы отдавать. Конечно, не получилось. Прекрасно. Ну, можешь еще немножко рассказать вот про эту свою работу? Какой, вот ты выше всех, да? Как ты себя ощущаешь, да, таким гулливером в стране лилипутов или как? Что ты чувствуешь? Нет, знаете, нету такого вот ощущения, что смотрю, знаете, все там… Меня спрашивают на улице, а как это смотреть на людей с высока. Я не смотрю на людей с высока. Я с высоты отдаю, скажем так, мой радиус действия значительно увеличивается в связи с ростом. То есть у меня заметно, и людям становится интересно. Подходя, они, соответственно, получают свое. И для меня люди – это как раз то, что я могу отдать. Меня видят, я подхожу, ну, я общаюсь, и сейчас в Сталине для меня это новая практика, это очень интересно, потому что это многоязычный город, и подходят самые разные люди, и туристы, и местные жители. Вот, и с каждым как-то находится контакт, как-то находится общий язык. Вот, это достаточно интересно, как-то вдохновляет. Мы пробуем, как она в Талии происходит потом, что… Наша цель – стать маленькой городской традицией. Вот, чтобы… Мы не нацелены на туристов. Турист приехал, уехал, нафотографировался, он уже настроен на развлечения, на добро. А мы настроены на город, на жителей города, которым мы за ежедневной суетой надо еще чуть-чуть разбавить эту суету вот этой вот капелькой добра как раз. Праздника такой вот, чего-то необычного. Я жил в Антварпене, это очень творческий город, там очень много творческих людей, там куча галереи художественных. Постоянно вот эта жизнь творческая, она очень бурная. И интересные места, ресторанчики там и так далее. Здесь этого не так много, вот этого творческого духа. И когда вот я увидел тебя в этом, на Ратушной площади, как раз, ну все немножко оживилось там. Одно дело там стоят эти вот здания, здания стоят, ну старый город, да, и туристы. А другое дело вот такой персонаж, вот очень необычный, нестандартный. Да, 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 интересно. Ну вы не первый, который это уже говорит в Таллине. Тем более, что я, когда приехал в Таллинн, начал выходить на улицу. Почему-то я еще заметил такую вещь, что Таллинн очень красивый средневековый город. Ну ведь у Таллина история не только средних веков. Таллинн простоял веками, где персонаж в цилиндре, который тоже гулял, где тот же трубочист, который является символом Таллина. Только памятник трубочисту стоит бронзовый и все. То есть ты его действительно оживил, Юра, и ты, я думаю, что вот благодаря тебе как раз какой-то новый шарм даже, может быть, появился у этого места. Ведь ведь что самое-то ужасное, обыденщина, даже к такой красоте, как старый город, привыкаешь, да? Уже это, ну она такая, как бы, ну фотографическая такая и все. А картинка, да? А вот когда нечто начинает происходить, вот и конечно начинает работать фантазия людей, да? И то, что ты вот эти, пробуждаешь, да, вот этими своими предсказаниями. Это вообще самая фишка. Да. Не просто стоять, как некоторые там сфотографировались и там они сляпки, а именно предсказания, это фишка. Люди как дети даже. Конечно верят. Вот я встимал там Юру. В каждом человеке заложено основополагающее какое-то зерно мира. Нет людей, которые не верят, но каждый верит в свое. И чем больше человек верит вот эту вот сказку, как бы он ее назвал, тем больше. Я очень часто замечаю, вот и люблю наблюдать за маленькими детьми, там два, три, четыре года, которые верят всему в этом мире, которые поглощают этот мир в себя, вот все, что он несет с радостью и с удовольствием. И каждый человек, вот, приходят такие состояния, и когда вот медленными днями, где-то возвращается вот это вот состояние детской веры, детской радости, и это действительно великолепно. Можно сказать все-таки, что так проводить счастье? Что Юра в жизни ничему не научила. Нет, научила, но не убила веру в прекрасную, в счастье, в радость, да? Правильно? Да. Он научился находить эти вещи в обыденность, правильно? Да. Не гнаться за этой синей птицей какой-то непонятной мечтой. За иллюзиями. За иллюзиями, как все. В основном-то человек гонится... Учиться жить здесь и сейчас и отдавать и получать здесь и сейчас то, что есть мир. Мир дает массу реальностей, массу возможностей для каждого человека. Вопрос только в том, как мы это используем. Все очень просто. Знаете, у нас есть такие прекрасные предсказания, одни из моих любимых. Вероятно, может быть, и может быть невероятно. Вроде бы о чем предсказание, а если задуматься... Я задаю всегда вопрос людям, которые достают это предсказание. А найдите коренное слово к слову вероятно. Вероятно. Юра творческий человек, да. И вот это такой жанр твой, вот ты вышел в народ просто, да. Немножко трансформировался, потому что ты не совсем там человек, да. А такой вот персонаж, какой-то сказочный, какой-то вот... И автор, и одновременно выдумка, да. Вот такой Андерсон, похожий на Андерсона человек, и в то же время какой-то сказочный персонаж из книги какой-то, да. Вот. А писатели что делают? Ну, они книгу напишут, и вот там, прочитав книгу, можно там что-то. А тут книга, по сути... Каждый день. В... В... Вот в этом... В реальности, да. Вот. Как бы... Ижедневная летопись так. И ты сам, и каждый из нас в отдельности может стать тоже таким, как бы, персонажем книги. Вот она разыгрывается, это... Ну, какая-то такая вот... Игра, история, да. Вот прямо... Все маленькие предсказания, они, хочешь не хочешь, все-таки как-то влияют на человеческие судьбы. То есть, люди ж приходят и рассказывают, как то или другое предсказание сработало в их жизни. И... И это тоже человеческие жизни, и оно влияет на них. Да. То есть, у меня есть и пара, которая благодаря предсказаниям познакомилась и поженилась. Есть целая история в Санкт-Петербурге... Развилась. Которая... Которая... Я наблюдал всю историю, весь сюжет развития отношений, и потом уже меня поставили перед фактом, а мы уже муж и жена. Все. Вот. Спасибо вам. Ну, вот видите, все-таки живем мы в такую технократическую эпоху, да, роботизированную, и вот такие, такие моменты в жизни, да, вот, какого-то превращения, да, какой-то метаморфозы, какого-то, может быть, переключения на мир. Ну, такой вымышленный, да, сказочный. Почему вымышленный? Мир добрый. Мир добрый, добрый, действительно. Ну, ты служишь таким, как бы, напоминанием, может быть, о том, что вот... что жизнь не состоит только дом, семья, работа, дом, семья, работа. Что-то, есть что-то большее в этом мире, и мир дает больше возможностей, и больше разных моментов для наслаждения, для удовольствия, кроме того, что есть компьютер, телефон... То есть, а это мир, а что это за мир? Это мир воображения, это мир фантазии, это фэнтези такое, да? Так это классно, да, и если мы, допустим, будем включать воображение, свою фантазию, будем сами превращаться в таких вот людей... Возникли бы новые технологии, человек бы начал летать, были бы мобильные телефоны, телевизор. Если бы у изобретателей этих вещей не было воображения, которые... Когда люди веками говорили, что человек не рожден для того, чтобы летать, и это невозможно. Сколько мы знаем тех же, там, садили на бочку, профессор Вендер, да, многих... Только братья Райт, которые сказали, нет, это все-таки возможно, взяли на, как это, ущелье или заливке Тихок, и создали свой летательный аппарат, и впервые полетели, что удивительно. И буквально через несколько десятилетий люди уже начали летать там межконтинентами, не просто там на маленькие расстояния. Ведь это все тоже возможность, и начало этому дало воображение человека. По-моему, люди всегда мечтали летать, эти сказки, ковы самолеты... Да, начать с икаром даже. Икар там, и так далее, да. А то, что мы считаем, что человек создан для счастья, как птица для работы, для полета. Поэтому я вот так тебя вижу, Юра, что ты как бы включаешь вот в этой обыдничьи, когда этот поток, ты говоришь, люди как танки, да, там, из пункта А в пункт Б, и тут ты. Раз, твой персонаж, точнее. И ох... Останавливается. Останавливается. И вот я себя ловлю, я себя поймал на этой мысли. Как здорово, как здорово вот в этот мир погрузиться. Нездешний такой, да. Выйти из этой маленькой, да. Выйти из этой всего. А еще и добрый, к тому же, да. Где каждый... Где нет зависти, нет зависти. Да-да-да. Но вот все такое. И здорово это. Все это прекрасно. И я думаю, ты и не случайно появился в это время, в этом месте, в Таллине, где довольно-таки, вот тут вот, перед выборами обострились противоречия разные, да. Как всегда. Как всегда. Ну, надо же. А вот такой вопрос. Вот в Петербурге, да. В Москве или других городах России. Вот это как-то задействовано или это только Питер? Потому что там... Юра не может разорваться просто. Нет. Я все-таки не один, и непредсказуемый предсказатель у нас один. Как я говорил, это Леонид Энтелис. То есть он основоположник, он идеализатор, он первый вдохновил и осуществил эту идею. Мы стараемся развиваться по мере возможностей. Такая глупая мечта, как говорится. Помните, Горбачев был в 1000 году каждому советскому жителю по квартире. Вот у нас 2000... Каждому по предсказанию. Каждому городу по предсказанию. Вот. Но мы стремимся, почему был Санкт-Петербург, сейчас появился Таллинн. Как дальше? Жизнь показывает, мы развиваемся. Это по наитию или какой-то вот есть посыл внутренний или географический? Как это происходит? Абсолютно знаете... Вы специально свободно смотрели? Абсолютно по наитию. Пришел момент, когда стал вопрос, что надо развиваться дальше. Питер это хорошо, но... А где весь мир? И честно говоря, моя идея была изначально и... Я не планировал приезжать в Таллинн. Я думал ехать в Польшу. У меня с языком польским проще. Я искал где проще. Но житейские тропинки привели меня в Таллинн. Почему я сказал, почему не позволить тому, что происходит быть? И вот оно происходит и я стою в Таллинн. Здорово, что ты приехал. Здорово, что ты приехал. Ты сразу же вписался. Вот это была ниша просто. Это нужно было занять. Потому что стражник там есть, да? Но он... Это одно, скажем так. И у него... Скажем так, ну образ недоработан, на мой взгляд. Ленинградской коррупции нет. Вот. Недоработан образ. А вот ты как раз в полном образе. Я вспоминаю свое детство. Ну еще советский Ленинград. Цирк ленинградский. Клоуны. Клоун был такой. Марченко, по-моему. Замечательный. И вот это все вот... Это вся была атмосфера моего детства. Такая творческая. Такая интересная. Атмосфера праздника. Атмосфера праздника. Праздника. И вот сейчас я так люблю праздники. Вот. Это вот с детства, да. Ну, ушиблен праздниками. И вот этой атмосферы нет. А ведь потом я путешествовал по Европе. Я писал работу, посвященную маске. Маска как инвариант культуры. Я посетил очень много музеев масок и карнавалов. Вот. Сейчас я вам расскажу. Я был в Банше. Банш. Это в Бельгии. Музей масок и карнавалов. Вот я посмотрел, как это проводилось там. Интересно. Эти шествия. Какие лица людей необычные. На фотографии они запечатлены. Сейчас нет таких лиц. Это действительно какие-то такие вот смотрящие откуда-то оттуда. Вне здешний взгляд. И, а все это что? Это же целая культура была, да? Карнавалов. Ага. Этих инверсий. Когда люди чувствовали себя королями. А короли нищими, да? Вот эта вся игра была. Они действительно были homo ludans. А сейчас что? И вот этой атмосферы-то и не хватает нам для того, чтобы... Вот сейчас дегуманизация. Цифровая эпоха. Все это. Роботы. А вот этого живого, человеческого, да? Игрового, игровой стихиек. Одновальной, праздничной. Ее нет. А праздник заменен был чем? Программой. Программой. Да? Какой? Вот надо набухаться. Вот это праздник. Салат. Модель салат и так далее. Программа потребления. Программа потребления. Программа потребления. Программа потребления. Да. Но ты сам, каждый в отдельности, не чувствовал себя, как бы, человеком, который праздник создает. Понимаешь? Вот что произошло. Да. А вот Юрий... Как это назвать можно? Вот отчуждение человека от праздничной культуры. Да? Вот это усечение произошло, опять же. Ну, если хотите, я могу сказать, это моя позиция. Чем более мир становится материальным, тем менее он становится духовным. Вот. Ощущение праздника, ощущение доброты, добра. Это все-таки, я считаю, духовные вещи. Не религиозные, а именно духовные. То есть, что внутри человека. И вот за этой вот маской материального мира мы теряем что-то более высокое, которое заложено в нас изначально. Почему я вспоминал о маленьких детях, которые воспринимают мир. Каждый человек когда-то был маленьким ребенком, и по большому счету он такими остается. Но вот это вот накопление материального опыта, материальной жизни, проблем, нюансов, каких-то задач, вот. Оно закрывает то истинное настоящее, которое заложено в человеке изначально. И одна из задач вот нашего персонажа разбудить, разбить вот эту маленькую щелочку вот этой вот шермы, и выпустить настоящего человека в мир. Я больше скажу, ведь у нас вот, допустим, Хэллоуин есть, да? И люди, ну действительно, как-то маски надевают, костюмы там, все такое. Но это раз в году. А здесь вот то, что Юра делает, ежедневность, вот эта повседневность праздника. Вот, казалось бы, парадокс, да? Как праздник может стать буднями? А они надоедают вот так каждый день? Вот так и вопрос. Это же вот, все-таки, праздник каждый день. Я всегда отвечал, когда меня спрашивают, надоедают, не тяжело в доме, а разве тяжело дарить людям улыбку и радость? Разве может надоесть это вообще? Тяжело, Юра, тяжело. Ох, как тяжело. Кому? Вид чужого счастья перенести, знаешь, как тяжело. Так очень просто так. Будьте счастливы сами, и вы перенесете другое счастье. О, правильно. Вот. Как стать счастливым? Да, это не так. А как стать счастливым, скажи тогда нам тоже, если ты уже начал советовать. Вернемся к нашим предсказаниям. Ведь не надо искать условий или границ для счастья. Оно всегда с нами. А мы ставим всегда, если я найду хорошую работу, я буду счастлив. Если у меня будет хорошая жена, я буду счастлив. Если я куплю квартиру, я буду счастлив. Мы ставим границы и условия для своего счастья. А счастье, оно постоянно с нами здесь и сейчас. Для меня счастье, знаете, вспоминается такой старый, добрый, ну старый, относительно старый американский фильм «Мирный воин», где там учитель, назовем так, ведет ученика на гору. Говорит, я тебе покажу что-то прекрасное. Вот они поднимаются на эту гору, и он показывает на маленький простой булыжник. Ученик спрашивает, это все? Он говорит, слушай, вот ты шел сюда, ты наслаждался пейзажами, ты наслаждался воздухом, общением. Ты был счастлив? Да, я был счастлив. Вот мы пришли. Почему ты, увидев этот камень, перестал быть счастливым человеком? Зачем мы... Ожидания. Зачем? Мы вот как раз ограничиваем собственное счастье. То есть не надо искать смысл в жизни, надо просто жить. Быть счастливым. А жизнь, она создана для того, чтобы в первую очередь жить. И находить в этом счастье. Вот это и есть счастье, правильно? Прекрасно, Юрий. Ну, на этой оптимистической ноте я хочу сказать, что Юрий, человек, прошедший, видевший самые негативные стороны человеческой натуры, расследовавший уголовные преступления, тяжкие, особо тяжкие, потерявший все свои деньги. А что еще там? Вера в людей в другие. Не потерял веру в людей. Да, да. Не потерял веру в идеалы и стал даже проводником этих идеалов этой веры, праздника, доброты. Юрий, вот так вот вам. Пожалуйста. А вы говорите, нельзя быть добрым, живя в недобром мире. Можно. И вот Юрий тому подтверждение. Если вы хотите. Маленький, если вы разрешите. Ведь весь этот мир начинается с чего? С нас. Начинается с меня. Конечно. Если, ну, взять по большому счету. Я еще чуть-чуть по философствую с вашего разрешения. Если не я, то кто? Вообще, если каждый человек возьмет за основу привносить в мир добро, что такое зло? Зло. Зло – это всего лишь отсутствие добра. Вот. Привнесите чуть-чуть добра в мир, и вы увидите, как мир преобразуется. Прекрасно. Прекрасная, активная жизненная позиция. Но начинаем мы всегда с себя. Да. Не надо смотреть, что делают другие люди. Надо смотреть, что делаешь ты. Отлично. Поэтому, если вы хотите зарядиться энергией доброты, позитива, получить предсказания от Таллинского предсказателя, приходите на Старую площадь, на Радужную площадь, в Старый город. Подходите и заряжайтесь. Да. Ресурс. И будет вам счастье. Это точно. И будет всем счастье. Да. Спасибо, Юрий. Очень. Счастье у Бога уже есть. Просто позвольте ему быть. Да. Нужные слова в наше время очень многие забыли и действительно гонятся за непонятно чем. А жизнь. Она прекрасна. Она здесь и сейчас. И вот это подтверждение. Вот это добрый человек. Так что спасибо огромное за вашу жизнь. Спасибо вам. Субтитры создавал мне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...